Приветствую вас. Первое, с чего мне хотелось бы начать, это с того, что боль сама по себе свидетельствует о том, что у вас есть определенная потребность, у вас есть определенные сферы, определенные части личности, которые требуются, ну, как-то лучше немножечко, может быть, развивать, вот. И у вас есть склонность к эмоциональной зависимости. Вот. Вот это вот ваше обидно, обидно, боль, плюнули в душу, это связи с этой сфере. Сейчас обробно объясню, почему. Значит, во-первых, боль унимать, в прямом смысле слова унимать боль, не нужно. Потому что боль – это сигнал. Это сигнал о том, что вам требуется что-то менять в своем поведении. Сигнал о том, что вам требуется что-то менять по отношению к себе. Боль – это стимул к развитию, боль – это сигнал о том, что так, как дальше, ой, так, как раньше, простите, вы жить не сможете дальше. Потому что ваше поведение, ваши поступки приводят к тому, что вы оказываетесь в неприятной для себя ситуации. И это уже не первый раз. Поэтому боль как бы сигналит вам о том, что вы поступаете неверно. Ваша позиция неверно. Далее. Верить людям. Здесь вообще довольно такой, знаете, парадоксальный немножко вопрос. То есть, с одной стороны, верить людям, конечно, надо. Но смотря в чем и смотря чему. Ну, вы, наверное, понимаете, что если я вам сейчас начну рассказывать свои какие-то проблемы, или вам какой-то другой человек начнет рассказывать свои проблемы, то наверняка после того, как этот человек вам эти проблемы расскажет, вы будете чувствовать, что он от вас ожидает, что он вас ждет. Ждет того, что вы там что-то сделаете, ждет того, что вы ему как-то поможете, да, и так далее. То есть, у человека есть ожидания. Почему? Потому что сам человек проблемы свои решить не может. Ну, в данный момент у него не получается, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И он ими делится с незнакомым человеком, например. Естественно, можно назвать это доверием. То есть, вот он верит человеку, верит человеку, что он готов ему помочь и как бы рассказывает ему об этом. Вот. Что происходит дальше? Если человек не помогает, он как бы не должен помогать, то у того, кто рассказал, все. Как у вас. То есть, он меня обманул, он меня предал, и так далее, и так далее, и так далее. Все. Ну, тут же нужно понимать, что если кто-то говорит что-то, причем довольно быстро, то есть, вот, вы знаете, друг друга мало. Я сейчас не про молодого человека вашего говорю, а вообще. что угодно можно говорить, но важно то, что человеку нужно доказывать поступками. Если мы говорим про доверие, любому человеку нужно поступками доказывать, что он действительно готов что-то сделать. и сперва, естественно, в мелочи, в каких-то мелочах, в деталях, в ситуациях каких-то, да. Просто чтобы самому себе сделать ясно, он вообще насколько готов нести ответственность за другого, да. Это нормально. Если происходит не в норме, а примерно как у вас, то что происходит? Вы знакомитесь, ни разу не виделись, только общались дистанционно, и вы уже ждете, что мужчина будет вам верить. Почему? Начнем основываться ваши ожидания. Мальцы? Ну, непонятно. То есть, доверие, вера человеку, да, это не то, что есть все время. Изначально людей мы не знаем, и мы общаемся с ними, как бы, выставляя границы. То есть, что-то говорят нам, да. Мы говорим, а, окей, окей, да, хорошо. Я понял тебя. Хочешь приехать, да, там, как бы, как бы, хочешь, там, быть со мной, да, например. Ответится? Хорошо. 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 Вот, приедешь, как бы, поговорим. Вот это нормально. Вы человеку сказали, что не хотите печального опыта. Да, опять. И вы почему-то ожидали от него, что он, ну, не даст вам этого печального опыта. Да, вопрос. Вот, положая руку на сердце, вы считаете, что человек, вот, в том положении, в каком был ваш мужчина, человек, мог обеспечить это? Мог, конечно. Мог. А должен был? Нет. Почему же вы ведете себя так, как будто он должен был? Ведь обидят у вас именно потому, что вы считаете, что он должен был. А никто не должен был? Могли. Да. Но не должны. Обязанность, должностование появляется позже, после привязки к людям. Знаете? Также и доверие. Можно доверять на одних этапах отношений. Можно в одном. На других этапах отношений. Можно доверять в другом. Да? И так далее. Начиная встречаться с мужчиной, максимум, что вы ему доверяете, это, я не знаю, вынести ваше пальто, например. Да и то, не каждое. Правильно? Правильно. А что происходит потом? А потом вы можете доверять этому мужчине, своего ребенка, например. Да? Но вы не можете думать о том, что вы доверите этому человеку ребенка в тот момент, когда вы доверяете ему только пальто. Это нельзя. Это невозможно. А все здесь. Ваше ожидание, что мужчина должен быть с вами честным, продиктовано из установки должностования. И из этого можно сделать вывод, что вы сами себя также часто подавляете и обрываете какие-то свои, ну, может быть, желания, посылы, там, что-то еще. Вы обрываете это все словом «я должна». То есть как бы подавляете себя. И подавляя себя, подавляя других. Ну, то есть для вас так спокойнее, для вас так удобнее, вам так привычнее. Но вы забываете о том, что если вам, например, так хорошо и вам, например, так комфортно, если… Это не значит, что так же приятно другим. Это не значит, что так же комфортно другим. Понимаете? И вы позволяете человеку быть собой. Не ждете от него какого-то поведения. Изначально. Понимаете? Почему вам больно еще? Ну, с одной стороны, вы потеряли что-то. То есть боль – это означает потерю чего-то для себя в эмоциональном плане. То есть вы что-то потеряли в молодом человеке. И вопрос только в том, что… То есть если вы так переживали и переживаете по поводу того, что у него там оказалась другая, что он вас обманывал, хотя… Я понял, он… Ну, обманывал хорошо. Обманывал, да? Вот. Вот поэтому я… Поэтому всему я сделал вывод, что человек вам нужен для чего-то. То есть вы себя с ним как-то чувствовали. У вас симпатия была направлена не на него, а на себя. То есть симпатия к нему была как бы средством для доставления себе чего-то. Какого-то состояния, какого-то ощущения, какого-то желания. Понимаете? Вот. Потому что в интернете… В интернете… Дистанционно… Симпатия может быть только такая, что мне человек этот нравится, он приятный, но я хочу, чтобы у него все было хорошо. Это здоровое чувство. Но никак не боль, никак не обиды, никак не потеря доверия к людям. То есть здесь явно имеет место быть сверх мотивация. Вступить в отношения с этим человеком. Ну, с этим мужчиной, с предыдущим виртуальным партнером. Понимаете? Это мотивация. Мотивация продиктована желаниями, потребностями. Какие-то, может быть, вы осознаете, а какие-то нет. Но однозначно можно сказать, чтобы не было боли, нужно быть независимым. Чтобы не было боли, например, с мужчинами, да? Чтобы не переживать из-за того, что мужчина обманул, бросил, изменил и так далее до свадьбы, до брака. Нужно просто, чтобы у вас было несколько мужчин. Это нормально. Современная женщина имеет несколько мужчин. Она с ними не спит, если вы об этом. Но она с ними общается, взаимодействует. Они дают ей почувствовать себя желанной, женственной, там, красивой, привлекательной, как-то еще. И если кто-то уходит, для женщины это не проблема. А у вас ситуация, что мужчина один, вся энергия на него, мотивация связана только с ним. При том, что он вообще, как бы, ну вы его не видели. Вживую. Никогда. Это вопрос. Почему так? Значит, два месяца назад со мной в одной соцсети познакомился молодой человек. Вы знаете, само по себе это событие, оно мало что значит, потому что сейчас многие знакомятся со соцсети. Но, поскольку вы сказали, что у вас еще это второй опыт и то, что печальный, значит, а, вы что-то делаете не так в отношении к этим мужчинам, то есть как вы ставите себя не так, что опыт печальный. И, б, вы ищите отношения в соцсети, не в реальном мире, где людей объединяет некий фундамент общей деятельности, а в виртуальном, где людей ничего не объединяет. Понимаете? Вопрос. Что заставляет вас уходить от реального мира в виртуальный, из реальных знакомств в виртуальный? Как сказать, показывает, fun. Предупреждает немножечко ваши, ну, возражения, кому-то может не понравится то, что я говорю, да? Мол, там, город маленький, маленький, познакомиться не с кем, и так далее, да? Да, круг знакомства всегда можно расширять. Благодаря своей деятельности, благодаря активности, благодаря занятиям, хобби. Не работаю только. На отдыхе, на курорте можно знакомиться. Да, понятно, курортные романы это очень часто ни к чему не приводит. Да, никто не говорит вступать опять же в связь с мужчинами. Ложиться в постель, к ним и так далее. Нет, нет. Напротив, напротив. Общаться, знакомиться, смотреть, проводить вместе время, смотреть на отношения человека к вам и так далее. Вы даже не знаете, как этот мужчина к вам относится. А у вас уже сформировался некий образ, который вы и любите, которому вы испытываете симпатию. Это образ человека. Но не сам человек. А образ формируется под влиянием окружающей среды, родительских установок, желаний, эмоционального состояния, проблем и так далее. Понимаете? И все это только ваше субъективное восприятие человека. То, что вы от него ожидали, продиктовано именно этим, вашей образностью мышления. При этом реальными остаются ваши желания, которые нужно правильно удовлетворять. Реальными остаются ваши проблемы, которые нужно правильно решать. И реальными остаются ваши установки, которые либо вредят вам, либо нет. То есть, как бы, вот это реально. И если вам это вредит, а уже наметилась определенная тенденция, да, второй раз вы обжигаетесь. То есть, с этим можно и нужно работать. Вот это реально, а не то, как вы человека воспринимаете. Понимаете, какая вещь? Вот вы, например, можете начать общаться, да, с кем? Ну, допустим, со специалистом на нашем сайте, допустим. Вот. И вы считаете, что он психолог, да, он психолог, он профессионал и все. Вы не допускаете, что он может быть человеком. Он может где-то засмеяться. Он может где-то, наоборот, говорить серьезно. Что у него могут быть свои какие-то там, ну, я не знаю, слабости и так далее. Естественно, в разъемных пределах, да, понятно. Ну, вот. И все. Если у вас нету этого адекватного, объективного восприятия людей, то, как бы, вы испытываете разочарование. Что вот, он не такой, или вот он там не должен был этого делать. Да кто вам сказал? Что вам сказал? То, что должен был и то, что не должен был, определяется вашим, как бы, вредом вам. Да? Это неплохо и нехорошо, что люди делают. Главное, наносят ли они вам вред или нет, и то, почему вы считаете это вредом. Вредом себе. Вот. И все. И все. Понятно, что если вас там ударили, толкнули, это вред. Но за этот вред вы можете требовать компенсации. А если вам говорят, например, такую вещь, что вы неправильно поступили, и вам от этого больно, или вот мужчина поступил по отношению к вам так, и вам от этого больно, делал он вам вред? Нет. Он не говорил вам всего? Нет, не говорил. Почему? Потому что знал, что вы не поймете, и знал, что, скорее всего, отношения после этого закончатся. Знал ли мужчина, как у вас будут складываться дальше отношения? Нет, не знал. Он мог приехать, мог не приехать. Но все это было бы неважно, если бы у вас были еще мужчины. Вот. И если бы ваш мужчина знал о наличии других, то у него была бы конкуренция. А так, он очень быстро понял, что вы только с ним, и ценность ваша начала падать. Вот и все. Так. Узнав что от другого города, я расстроился, подумал, что лучше не иметь с ним общения, ибо до этого у меня был печальный опыт. Какой? Знаете, вы обращаетесь к психологу и не даете полной информации о себе. Какой печальный опыт? Почему печальный опыт? Почему вы считаете его печальным? Как вы пришли к нему? Какие действия совершали? Все это непонятно. И в итоге получается, что мы работаем лишь тем, со следствием. Мы работаем за следствием вашей проблемы. Вы получили печальный опыт. Скорее всего, вам было больно. Скорее всего, у вас была простота. От первого мужчины. И от первых отношений. Вот. И вы пытались найти, кем бы заменить этот образ. Точнее, кем бы наполнить образ. И вы нашли. Вы нашли. Вы наполнили. Не завершив одни отношения эмоционально, иначе бы вы не писали, что это печальный опыт. Вы начали другие. И в итоге все повторилось, потому что все идет по одной и той же схеме. Если отношения не завершить, не отпустить. Понимаете? Понимаете? Далее. Почему вы расстроились из-за того, что человек из другого города? А что? Просто общаться как, ну, как, не знаю, как люди, как друзья, нельзя? Почему только любовные отношения? Вы же поэтому расстроились? Что он недалеко? Если хотите, чтобы было близко, так, что вы-то можете для этого сделать? Сами. Почему вы ждете, что некий какой-то мужчина, да, придет к вам и познакомится, и он будет удобен к вам во всех отношениях? Я утрирую. Я утрирую. Я более чем уверен, что вы не ждете. Я специально возложу в абсолют, чтобы вы поняли основную мысль мою. что вы не знакомитесь с вами в реале, да? У вас второй мужчина в виртуальном мире. Но при этом вы расстраиваетесь, что знакомится с вами не тот, кто живет в одном городе с вами. Мне кажется, что это немножко странно. Вот. И цель. То есть, получается, что с вами только познакомились, вы уже ждете, что будут отношения. Зачем? Отношения вам для чего? С какой целью? Вот что они должны вам дать? Тут явно ни о каком принятии человека, безусловно, речи не идет. Явно ни о ни о каком направлении чувств, эмоций на человека речи не идет. Речь идет о том, чего хотите вы для себя. Понимаете? Да? Он оказался таким интересным и так очаровал меня, хоть и в сети, что сама того не подозревая, я начала чувствовать ему большую симпатику. Ну, понимаете, вот вы не написали, сколько вам лет, но это... как-то сказать, это в высшей степени наивно. Да, он может быть интересным, да, он может вас очаровать, но это не весь человек. Это не вся его личность. это не все его грани. Понимаете? И симпатия у вас появилась не к нему, не к этому мужчине, а к тем качествам, которые он вам показывал. в интернете, в интернете люди демонстрируют только то, что они хотят. В отличие от реальной жизни, где волей-неволей будешь видеть всего человека с человека целиком. В реальности сложнее скрывать себя. Понимаете? Мы часто переписывались, разговаривали в скайпе, он даже говорит мне о том, что приедет в город ко мне в свой отпуск, что сильно хочет меня увидеть, что я ему не выбираю личную. Ну, хорошо. Хорошо. Вы, вот я об этом говорил, да, как это воспринимали? Это первое. Верили ему? Если да, то почему верили словам его? Что заставляло? Вот обычно, говорят, в таких случаях мне хотелось верить. Зачем? Что вы чувствовали, когда верили? Что вы чувствовали, когда принимали за чистую планету, то, что он говорит? Подумайте. А, блин. Какое это состояние? В один не очень прекрасный день, пишите вы. здесь идет уже такой, знаете, перенос ответственности за себя. вы обвиняете день, естественно, я утрирую. Я утрирую. Вы обвиняете день, в том, что наткнулись на девушку в соцсети, кстати говоря, как наткнулись. Зачем? Что вы делаете? который в альбоме были заметные фотослимки. Ну, были фото в альбоме и что? Я торопил у него в чем дело. А вы имели право спрашивать? В чем дело? Вот, подумайте. Полгода, два месяца, да? И вы уже претензии предъявляете. Почему? Потому что начали бояться. Появился страх. Я могу потерять то, что у меня появилось. Это разве здоровое чувство. Разве это любовь? Ну, или симпатия здоровая? Нет. Это попытка удержать человека. Да? Это ревность. Это страх. Правда, страх перед чем? Страх чего? Остаться одной? Страх думать, что вы не такая хорошая, что вас, ну, вы не такая привлекательная, это говорит о неуверенности в себе. Понимаете? Страх одиночества говорит о непринятии себя вами. Вот так. И испытывая такие эмоции, выходить и построить здоровые отношения. Понимаете, в чем дело? Попекуа. Зачем спрашивали, в чем дело у мужчины? Он что? Что-то плохое сделал? Пока что? Пока что? Подумайте. Подумайте, имели ли вы моральное право спрашивать него об этом? Еще раз. Полгода, два месяца, ваше отношение. Вы не виделись ни разу. Что вами двигало? Задача этот вопрос. Что вы чувствовали в тот момент, когда увидели девушку, когда задали вопрос? Так, она вперед, это бывшая девушка, нет ничего такого, что она у него друг я. все какое-то время в одной из ее записей. Я нашла слова о нем и судя по тексту, было понятно, что у них точно есть и что-то связывало. Опять. Вы следили за ним? Зачем следили? Знаете, я вас не обвиняю. Просто те чувства, которые заставляют вас поступать и говорить определенным образом, свидетельствуют совсем не о том, что вам нужен мужчина, вам нужно его удерживать. Эти чувства говорят о том, что вам необходим личностный рост, развитие, самостоятельство, а не проекция этого на других людей, на мужчину, на девушку, на соцсети и так далее. Я вновь спросил у своего виртуального друга, вот вы сами говорите, виртуальный друг, то есть не настоящий. Почему если они расцарятся, она до сих пор пишет про него? опять же, вам не кажется, что вы, если это виртуальный друг, то вы как-то переходите границ его, давите на него. Значит, она сказала, что они бывают общаются, и на вопрос о том, что входит в это общение, опять нарушение личной границы человека. Понимаете? Опять нарушение личной границы человека, давление на него, контроль. У вас применение контроля, а это безопасная безопасность. А можно ли удовлетворять потребность безопасности за счет других? Подумайте. Так, наоборот о том, значит, он ответил, что могут неделю не общаться, на другую встретиться и заняться сексом. Ну и что? Что такого? Это нормально? Во-первых, мужчина не сказал, что он занимался с ней сексом, пока был с вами, во-первых. во-вторых, неизвестно, встретитесь вы или нет, ему что, как бы, без секса? Да? Непонятно, что у вас, будет что-то серьезное или нет. Вы не собирались с ним спать, когда он приедет, к вам вот, правильно? Ну, как он собирался? Наверное, нет. Мне показалось, что в этот момент мне просто в душу плюнули. Нет, в этот момент просто вы поняли, что ваши ожидания, которые у вас были, они не оправдаются. Человек сам проявлял какую-то ревность. Это его право. Это его право. Вы перекладываете ответственность сейчас. Это право человека проявлять ревность. Право любого человека проявлять все, что угодно. Ваше право либо принимать это, либо нет. Это его выбор. Ваш выбор был гулять с приятелем. Его выбор стать. Вы поймите, вы ничего не должны в руку. Вы даже не видели никогда. Он начал писать, звонить, извиняться, не хотел мне ничего рассказывать, боялся потерять. И правильно, и правильно, он уже понял, какая вы, он уже понял, что вы не воспримите это адекватно. Вот. Так что правильно боялся потерять. что ему тоже сложно доверять людям. Но мы уже поняли немного, как происходит доверие и почему бывает сложно доверять людям. Он обязательно приедет и сделает все, чтобы справиться в ситуации. Хорошо, неплохо, хороший посыл, по сути он плохого ничего еще не сделал пока, что. А в в итоге молчание уже второй день. Вот здесь непонятно. Молчание второй день со стороны кого? Со стороны вас или со стороны его? Если со стороны вас, почему вы если со стороны его, то прежде чем говорить о нем, да, прежде чем говорить о нем, давайте подумаем, а вы-то сами как отреагировали на его извинения, обещания, что отмечали, что говорили, говорили. Может быть, мужчина поняла, что все, что вы обиделись для себя, решили смысл. Мне обидно из-за того, что я его предупреждал, что не хочу второй печальный опыт такого виртуального общения, когда мне мешало бывшее. Вообще, вот вы понимаете, что вы не хотите, это ваша проблема. Вы боитесь, это ваша проблема. Вы опасаетесь, это ваша проблема. у мужчины до вас была личная жизнь. И эта личная жизнь никак не может закончиться после вашего виртуального общения. Что-то могло измениться, если бы вы встречались реально, но не после виртуального общения. Ибо еще ничего не понятно. Может быть, вы вообще встретились бы и не понравили друг другу. Совсем такое было. И что мужчине тогда делать? Вы сами подумайте, вы ожидали от него чего? Что он сразу порвет все связи с миром со своими девушками после того, как познакомился с вами? Или вы это считали так, потому что он ревновал? Как все мужчины , собственники и все они ревнуют. Это не повод к этому прислушиваться. Это не повод воспринимать это за чистую монету. Так. Он это знал прекрасно и сам же сделал мне больно подобным образом. Вы его обвиняете. Он вам больно не делал. Вы сами наткнулись на запись. Вы сами увидели еще что-то. Вы сами его спрашивали. Хотя ваше общение это не предполагало. В любом случае вы были не так близки. Вы сделали себя больно. Я полагаю, что имеет место быть у вас возможно бессознательные страх близких отношений. Потому что вы все делаете для того чтобы не быть в отношениях. То есть вы хотите их конечно отдельный вопрос для чего но вы боитесь их и ваш страх заставляет вас искать компромат в кавычках заставляет вас давить на людей на человека в данном случае и потом вы обменяете то есть обесцениваете человека для чего зачем обесценивать чтобы что-то идеализировали а идеализировать что-то для чего чтобы иметь стабильную картину мира а иметь стабильную картину мира для чего чтобы иметь определенную даже если это определенность вам во вред потому что вне определенности внуйно будет настоятельно принимать решение и делать выбор а вы ну мне показалось что у вас с проблемой с выбором проблема большая я чувствую себя идиоткой то есть это уже принижение себя идиоткой так как даже расставание с молодым человеком в этом году мне казалось с лучшим пуском по сравнению с этим а идиотка почему вы неправильно себя повели только в том что как минимум нужно было завершить эмоциональные отношения вот эти первые и потом другие начинать желательно в реальной жизни а вы второй раз на одни и те же граммы это уже простите сценарий детско-родительский сценарий у вас родительский сценарий поведения с одной стороны и с другой стороны вы обвиняете других людей сами говорите что от вас ничего не зависит сейчас то есть находитесь в состоянии жертвы по сути вот я идиотка я расстался я все меня в душу люблю я жертву давайте подумаем чем вам удобна такая позиция что она вам дает хотите ли вы перестать быть жертвой что мне делать вам делать для начала обдумать все что я сказал и то что напишут вам мои коллеги я чувствую себя ужасно из-за чего из-за чего почему что ужасного произошло разочарованы да разочарованы да это ваши ожидания но проблема в том что за ваши ожидания отвечают не только вы не другие люди поэтому разочарование для вас это опять же сигнал есть какие-то желания какие-то которые нужно удовлетворить самостоятельно и тогда разочарования не будет надо просто быть и принимать человека таким как он есть без ожидания от него чего-либо ожидания чего-либо от другого на таких ранних этапах отношений ни к чему хорошему не приведет постоянно вспоминаю те слова которые оказались ложью какие слова что они вам давали эти слова как вы себя чувствовали когда слышали эти слова понимаете ли вы сейчас что эти слова и являются тем самым необходимым для вас и для чего все вот это происходит именно то что вам дают почувствовать эти слова и заставляют вас испытывать всю боль теперь вопрос что это за чувство и как вы можете добиться его сами подумайте подумайте и тогда тогда больше такого не будет и старайтесь делать выводы из опыта своего не ждите что другой человек будет о вас заботиться заботиться сами о себе понимаете на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь а если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделать его лучшим вы знаете у меня есть такое ощущение что либо вас недолюбили родители да то есть вы нуждаетесь в любви нуждаетесь в любви в заботе вот в принятии и все ваше поведение это такой знаете каприз ребенка это он виноват мужчина да он поступил плохо со мной и так далее это все вот такая очень детская позиция на самом деле либо наоборот родители вас слишком сильно опекали не давали вам самостоятельности и вы думаете что все люди будут относиться к вам так же как ваши родители а это не так вы думаете что все люди будут говорить правду сразу это тоже не так правда нет есть то что человек чувствует в данный момент нет плохо или хорошо есть только понятие вовремя не вовремя достаточно недостаточно все все остальное это субъективное восприятие человека в контексте его эмоций желаний потребностей и так далее подумайте об этом подумайте об этом какими какими мыслями установками вы руководствуете по жизни и кто вам их дал если все так как я говорю вам нужно сперва детско-родительские отношения разбираться потом уже все остальное я желаю вам всего самого доброго и удачи субтитры